Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя наша недельная глава называется «Хаей Сара» или «Жизнь Сары». Странное название для недельной главы, в которой описывается ее смерть. Но так вот Бог открывает нам свое слово. Может быть, с намеком на то, что после нашей физической смерти и начинается настоящая жизнь. Или после смерти нашей плоти, так скажем. Значит, краткое содержание этой недельной главы. Смерть и похороны Сары. Собственно, тут смерть Сары, покупка пещеры Махпела и похороны Сары. Потом Аврам посылает за женой для Ицхака. Выбор Ривки, переговоры с родственниками Ривки, решение Ривки. Ривка выходит замуж за Ицхака. И завершение жизни Аврама. Это жена его, новая Китура, после смерти Сары, которую он взял себе. И Китура, и другие дети Аврама. Смерть и похороны Аврама. И потомки Ишмаэля. Ну и, собственно говоря, недельная глава, опять же, достаточно насыщена событиями. Но на что я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, Аврам посылает своего верного слугу на поиски невесты. И Аврам не сомневается в том, что Бог приведет его слугу именно туда, где Бог приготовил для него невесту. И, вы знаете, я думаю, что для молодежи это очень хороший, очень полезный урок. Для молодежи, которые еще не создали своих семей. Просто в этом мире мы обычно, ну я просто по себе скажу, и по многим моим знакомым, обычно молодежь ищет себе жениха или невесту своими глазами. Насколько это правильно? Ева увидела и захотела. Когда Аврам Лоту предложил разойтись, Лот тоже своими глазами посмотрел, увидел и захотел. Но из других каких-то библейских примеров, и из этого в частности, мы тоже можем увидеть немножко другой подход. Вот, собственно, когда мы смотрим глазами, мы, ну как бы вот в плоскости разглядываем и выбираем варианты. И какие критерии для выбора спутника жизни? Ну, у каждого свои. Если мы сравним критерии двух людей, мы поймем, что у каждого свои требования, свои предпочтения, свои пожелания. Значит, и это, скажем так, выбор в горизонтали. Но есть еще выбор в вертикали. То есть, существует определенная иерархия власти в жизни каждого молодого человека или девушки. Из Брит-Хадаша мы видим жене глава муж, мужу Христос, Христу Бог. Ну, ребенок стоит, так сказать, у подножия этой пирамиды, этой иерархии. То есть, над ребенком есть папа-мама, Христос-Бог. И есть, собственно, вертикальный вариант выбора. Возьмем Адама в Эдемском саду. Посмотрел Бог и сказал, нехорошо бы человеку одному, создадим помощника соответственного. Ну, и создал помощницу соответственную. И пробудил Адама после сна, приводит к нему Еву. Ну, перед этим Адам что-то делал. Называл имена животным. И когда он назвал всех животных, написано, и не нашлось ему помощника соответственного. То есть, вот интересно, Бог дал Адаму задание, то есть, очередность. Бог говорит, нехорошо бы человеку одному. Создадим помощника соответственного. Адаму он ничего не говорит, но он дает ему задание. Вот тебе животные даем имена. Адам дает имена животным и делает интересный вывод из той работы, которую он осуществил. И не нашлось помощника соответственного. Ну, то есть, странно как-то, да, выполняешь какую-то функцию, и вдруг тебя осенила мысль, что вот животные все по паре, а я один, и нет среди них помощника мне соответственно. И только после этого Бог наводит сон на человека, отделяет часть, производит из этой части Еву, пробуждает, приводит и говорит, вот. А, там даже по-другому написано, что когда Адам увидел, говорит, вот, наконец-то это кость от кости, плоть от плоти. Смотрите, собственно говоря, у Адама был выбор принять или отвергнуть, быть в диалоге с Богом или отвернуться. То есть, для чего я обращаю внимание на это? Почему-то молодежь считает, что когда родители предлагают невесту или, скажем, там, руководителя общины, значит, то тут, собственно, вариантов нет, выбора нет. Вот, когда я сам выбираю, вот тогда есть выбор, да, ну, как бы мне же не одну, мне же множество предлагается этим миром. Так вот, горизонтальный выбор, в центре этого выбора всегда стоит сам человек со своими критериями. Но вопрос, кто из людей никогда не ошибается? И где гарантия, что когда придет первый кризис во вновь созданной семье, к человеку не придет мысль, а может, я ошибся, а может, мне стоит развестись и поискать еще? И совсем другой вариант, когда, как Адаму предлагают, он соглашается, и когда приходит тот же первый кризис, который обязательно приходит. Если Бог мне дал, Бог ошибается? Нет, не ошибается. Если у нас кризис, о чем это говорит? Если Бог не ошибается, если я послушан был Богу, значит, кризис свидетельствует о том, что надо что-то внутри себя менять в отношениях с женой. Ну, то есть, и мысли о разводе, собственно говоря, уже места намного меньше, чем когда я выбрал сам, и приходят подозрения, что вдруг я ошибся. Понимаете, о чем я говорю? То есть, на самом деле, это замечательный пример, когда, вот библейский, когда мы видим, что Ицхак, ну, вообще уникальная личность, пошел с папой на гору, позволил связать себя, позволил вознести над собою нож. Ну, понимаете, вот насколько он доверял папе, потому что знал, что у папы есть Бог, который не ошибается. И потом, когда Аврам посылает слугу за невестой, и невеста приходит, Ицхак тоже не сомневается в том, что это вот та самая, единственная и неповторимая. Он принимает ее с радостью, и мы знаем дальнейшую судьбу. Это счастливый брак, благословение для всех нас, потому что через этот брак в свет пришел Мессия в этот мир. И вот, собственно говоря, каким образом мы вообще для себя ищем пути по жизни. Руководствуемся ли мы собственным разумом, руководствуемся ли мы своими предпочтениями, или мы доверяем тем, кого Бог поставил в нашей жизни. В жизни каждого человека есть родители, которые могут помочь решить определенные вопросы в нашей жизни. Это вопросы создания семьи, это вопросы наследства, вопросы определения, чем заниматься человеку. Потому что, собственно говоря, именно на родителей Бог возложил ответственность наставить детей в соответствии с их путем. То есть вот место, которое в синодальном переводе звучит как «наставь юношу в начале пути», в оригинале звучит «наставь юношу в соответствии с его путем». То есть, другими словами, когда родители приходят к Богу и спрашивают, к чему ты призываешь нашего ребенка, к чему нам его готовить, Бог обязательно откроет. И мы, как родители, должны наставлять своих детей. То есть, на самом деле, если мы посмотрим в Писание, мы видим, что Бог заботится о том, чтобы мы были на своем месте, в тех благословенных местах, где Бог приготовил для нас благословение. И если мы игнорируем эти все указания, знаки на дорогах, то мы идем своим путем. И знаете, как царь Соломон в книге «Экклесиаст» говорит, я знаю, что Бог создал человека праведным, то есть для праведных путей, а человек предался собственным помыслам. Поэтому давайте мы не будем игнорировать те власти, которые Бог поставил в нашей жизни, а будем прислушиваться, будем молиться, будем спрашивать Господа, где Он видит каждого из нас, к чему Он призывает каждого из нас. И тогда, я думаю, мы действительно будем сеять в Дух и пожинать от Духа жизнь вечную, быть в благословении. Спасибо большое за внимание. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям, 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание, как долго, когда это придет, мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует... Продолжение следует...